Ой, Аделька, я прям любуюсь тобой встречи к встрече. Ты так хорошеешь, худеешь. Я знаю секрет твоей диеты и я очень рада за тебя. А я не знаю. Диеты? Девочки, да я родилась такая красивая. Это потрясающе. И большое спасибо, что вы, встречаясь со мной, пьете только чай и не заказываете десерты в эти жаркие деньки. Да то ты нам привезла чурчхелы, целый чемодан из Грузии. Извините, что бы я могла еще привезти из Грузии? Хорошо, не грузина привезла. Кто ж поедет к вам-то, девочки? Господи, я ваши фотки показала, они говорят, не-не-не, мне не нравится, мне не нравится, вы видели наших женщин. Что за суп набор, да? Да. Нет, вы знаете, кстати, я показала фотографии по тренде и скажу без лишней скромности, сказали, что я там одна красивая. А я спросила, почему? А потому что ты вот так кричишь, а у остальных как будто долги. Я думаю, что каждая из нас показала будет фотография. Девчонки. Да-да-да. На самом деле, это все, конечно, шутки. И большое спасибо, правда, за поддержку и за то, что вы едите чурчхелу из сухофрукта и только из-за меня. Я правда худею, и я уже похудела на 20 килограммов. Спасибо. Рассказывай, рассказывай. Ну, хорошо, тогда давайте сегодня пообщаемся о диетах. На самом деле диеты, как говорят все диетологи, ни для кого это не секрет, это не должно быть каким-то наказанием, какой-то там аскезой или еще чем-то. Это образ жизни, правильное питание. Но у каждого оно свое. Если, например, Ульяне, Оксане или тебе, Ксюш, нужно просто скорректировать какую-то, так скажем, часть тела, где-то сбросить, то это хорошо делать в комплексе с разгрузочным днем и фитнесом. В моем же случае, когда я весила 130 килограмм и говорила это из встречи и из встречи и гордилась этим, естественно, нужно было экстренно менять что-то. По мне такой метод, я ем все, но я ем по чуть-чуть, я ем постоянно, считаю калории. Никаких таблеток, сразу говорю, девчонки, никогда не выдумывайте китайские таблетки, чаи, которые гонят не только вас, но и вы начинаете гнать, пластыри гормональные, иглоукалывание, 25 кадр, гипноз, каши. На меня это все никак не влияло. Девчонки, которые полнеют, они все равно заедают какие-то свои проблемы. Это опять-таки психология. Они начинают есть, им не с кем поговорить. Девчонки, полнота у нас в голове. И, например, она до сих пор сидит во мне, и она сидела во мне всю жизнь. И у каждого из нас полнота в голове. Понятно, что если наша идеальная фигура Ксюшка где-то переела на банкете или на дне рождения, или на отпуске расслабилась, у тебя вылез животик. Это, простите, вопрос трех клизм, девочка. Девушки, давайте начнем с того, что каждая девушка считает, что у нее где-то все равно какой-то переборчик, и как-то она должна все-таки схудыться. Да, не, не каждая. Я когда 130 была, я вообще не замечала реально. Ну, то есть, да, я говорю про худышек, Адель, не про тебя. То есть, у кого-то там животик вывалился, да, где-то. Как ты, Ксенон, зачастую стоишь в гримерке и говоришь, что у тебя появился животик. Да, понимаешь, действительно так. То есть, прежде чем любой девушке садиться на диету, она должна все-таки обратиться к специалисту. Это очень важно. То есть, она должна прийти все-таки к психологу, она должна сходить к эндокринологу, потом уже там идти к диетологу. Да хотя бы к гинекологу даже, кстати. Да, то есть, проблема лишнего веса, это вообще, в принципе, это разное. Это вообще большая награда, если человек, который худеет, неважно с какого веса, найдет мудрого врача. Не врача, который там, давай на результат, за месяц 50 килограмм я стану богатой, буду продавать там свои, не знаю, супы там от Татьяны Никифоровой. Похудеете все. Кефир, Татьяна Никифоровой. Никифировой. Никифировой. Я вам расскажу такую очень интересную вещь. Как-то я, значит, в очередной раз я побывала у очень многих людей, и методы многих людей в Казахстане, они действительно, ну, эффективны, но, к сожалению, наверное, недолгосрочны были. Я как-то, значит, прихожу к нам, к психологу, мне говорят, вы понимаете, что вам надо сбрасывать вес? Нет, у меня нет зеркал дома. Вы понимаете, что от полных женщин уходят мужья? О, ну тогда давай пока, грошите на такому мужу, который там в какой-то период после твоих тяжелейших родов, да, там, бросит тебя, потому что ты полная. Вы понимаете, что у полных людей нет здоровья? Я это понимаю, но мне еще 30, и я еще не ощутила, что у меня нет здоровья. И любая мотивация, на любую мотивацию у меня была такая отговорка на любой какой-то там такой лейтмотив. Но я пришла к одному человеку, который мне сказал, давай так, да, ты сейчас красивая, здоровая, тебя муж любит, тебя там подруги любят, ты там пышка аппетитная, все, да. Ну, когда ты раздеваешься без всех вот этих вот цацок и встаешь перед собой в зеркало, вот это вот успешное, красивое, ты это видишь в отражении в своем, когда ты голая стоишь перед зеркалом? Я говорю, нет. А кого ты видишь? Я не знала, как сказать, он сказал, пердящего тюленя, и я сказала, да, и когда я нащупала в себе пердящего тюленя, я поняла, что надо худеть, все. А худеть нужно просто постепенно, нужно запастись терпением, причем не только вам, но и всей семье. Модельные стандарты правят умами молодых женщин, мечтающих об идеальной фигуре. Не отстают от них и мужчины, пытающиеся подогнать свое тело вопреки генетической конституции. Диеты завладели разумом человечества. Мы берем пример со звезд, стремясь выглядеть красивее и эффектнее. Порой похудение приводит к последствиям, не контролируемым самим человеком. Теряя лишние килограммы, мы можем потерять себя. Современный мир постоянно предлагает все более изощренные диеты. Телевидение, радио, журналы и интернет диктуют правила жизни. В погоне за идеальной фигурой, требующей чрезмерных жертв, мы попадаем в сети. Но есть наипростейший рецепт, который гласит, нужно любить себя. Типичность и шаблонность не ваша стихия. Будьте свободны от навязанных стереотипов и не теряйте свою индивидуальность. Для меня полный аут – это тогда, когда я начинаю кушать булки и начинаю питаться чем-то не очень полезным. Хорошо, окей. Полезным это сразу нет. Полный ты худой ребенок, старик. Все эти чипсы, снеки, гамбургеры. Я вообще никогда не была поклонником фастфуда. Всем пока сразу. Но вот насчет тебя. Вот ты хорошо ешь булки, они куда уходят? Скажи, покажи мне хоть одну булку, которая ушла в булку. У меня две булки. Я это называю своими щеками, а у тебя это булки. Например, у меня была подруга, которая никак не могла похудеть. Она сидела на всевозможных диетах вообще, которые только... Но она была действительно полная. У нее был тяжелый низ такой, знаешь, прям вот. Она никак не могла похудеть, чтобы она не ела, чтобы она не ела вообще. И, значит, она пошла к диетологу и говорит, диетолог, давай помоги мне, что мне делать? Он говорит, а ты сходи-ка сначала, сдай-ка анализы, проверься. То есть он ее там направил к эндокринологу. Глисты. Гормоны, да? Да, дело в гормонах, понимаешь? То есть она не рожала ничего, но просто у нее какой-то идет сбой гормонов. И на этой почве ты хоть сдохни, хоть не ешь вообще, хоть на воде сиди, ты ничего не сможешь делать, потому что это гормоны. Это совсем другое. Кстати, девочки, к разговору о гормонах. Сейчас есть такие специальные спирали, которые вставляются, так сказать... Как контрацепция. Да, как контрацепция. И они более того, что, так сказать, у вас уберегают от нежелательной беременности, они еще и сдерживают вес, то есть они вырабатывают гормоны. Ну, это говорят, что ставить лучше рожавшим женщинам, я слышала. Ну, если ты не рожал, то... А вообще, вы знаете, что в моей профессии худоба, она приветствуется. Приветствуется, конечно, в разумных пределах, начиная с Твики, которая в 60-х годах была самой худой моделью. Законтальницей моды, скажем так. Да, теперь, значит, у нас появилась кейт-мост. Законтальницей талии. Моды на худых. Теперь у нас появилась кейт-мост, который тоже свое... Немножечко уже отходит, сдает позиции. Вот, то есть такие иголы, иконы стиля. И я понимаю, Аделичка, о чем ты говоришь. Девочки, мне все равно кажется, понимаете, вот... Рост минус 110 – это оптимальный вес. И все равно, когда мы худеем, человек становится моложе, у него становится подтянутый, все, что можно подтянуть. Он становится пластичнее, он легче движется, когда ты худеешь. Ты молодеешь. Поверь мне, я опять-таки повторяюсь, в личном плане в сексуальной жизни все намного проще, понимаешь? То есть у тебя уже нет этой отдышки, у тебя нет этого давления, понимаешь, ты спокойно поднимаешься на пятый этаж и выше, и на горы, и плаваешь, и все, что угодно делаешь, понимаешь? Поднимешься и плюс еще. Или вы-то с соседем бегаешь, сексом занимаешься. Поэтому мы все говорим... С первого по пятый, пока с тех оббежишь. Девочки, мы все видим, это причесанное телевидение, и мы все видим ток-шоу, которые говорят... А я вот в своем теле так себя прекрасно себя чувствую. На самом деле это не так, потому что все хотят похудеть. Конечно. Толстая тетка, которая лежит на диване, а-ля я, и жрет там, я не знаю, семечки и смотрит телек, она хочет похудеть, она ничего не делает или она когда-то это сделает? Но когда 16-летние подростки на этом же телевидении начинают думать, я хочу быть как Кейт Мосс, я хочу быть как там у них там свои идолы какие-то, и просто сидят, если бы это еще была диета, у нас-то культуры питания никогда не было, а не то, что диеты. И девочки, которые выросли на бешпармаках, мантах, овсяных кашах хотя бы, реально сидят на воде потом, да. Начинают есть огурцы, пить минералку. Ксюшка, а вот ты вот сейчас подсела ко мне, ты не боишься, что качеля твой вес не выдержит? Боюсь. Ты сколько весишь? 55. Вот скажи, как тебе удается поддерживать свой вес? Ну, я думаю, что нужно иногда делать, будешь, упражнения кое-какие. Какие? Например, голову вертеть в сторону, куда иду, видишь, вот так вот. Подружка лучшая. Я очень хотела похудеть, хотя я выглядела, в принципе, неплохо. И я там, господи, ну помоги мне похудеть. Ты чужая, да, была? Нет, я весила 57 килограмм. Понимаешь? Но я хотела весить 52. Вот эти килограммы меня жутко напрягали. И на, покушала рыбку и отравилась на год диеты, на воде, на рисе, на курице. Я не могла смотреть на себя в зеркало. Я была синяя, я была белая. Но худая. Я была 47 килограмм, но худая. Я поняла, что я страшная, некрасивая. Ты сейчас очень хорошие вещи говоришь. Я реально? Вот реально, что худоба, 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 она не всегда бывает красиво, красиво. Мешки под глазами все ужасные. Да, мне было жутко на себя смотреть. Реально, это болезненный бит. Девочки, вы говорите об анорексии, да? Это даже не анорексии, нет. Это еще анорексия еще не должно. Это обычная диарея, какая анорексия. Подожди, у тебя сколько вес? У тебя сколько вес? Сейчас 52. А у тебя какого? 5? 170. У тебя классно. 170. Вот 170 минус 110, сколько? 60. 60. То есть я говорю о том, что 60 килограмм для нее, это нормально. Понимаешь? Для меня это много. Нет, Оксана, у меня женщин, понимаешь, прибавляется в разных местах. Не всех, которых бы они хотели. Любовляется тоже. У меня сестра, знаешь, она всегда говорит, я хочу похудеть, я хочу похудеть. У меня щеки большие, щеки большие. Сколько бы она ни держала диет, эти щеки у нее не проходят. У нее такие скулы, потому что и все. То есть, действительно, чуть-чуть они впадают, и все. Но у нее прибавляется там ***. Ой, извините, пожалуйста. Барлину. Убирала последние два себе зуба. Я ей порекомендую жать. Я тоже убрала. То есть, Ульяна, например, если пали, щеки. Я тоже убрала. Вот, например, вы сказали, что Ульяне нужно немножечко поднабрать, да? Но если она начнет подбирать, у нее начнет увеличиваться не там, где надо. Не будет бирать никуда. Не ручки, знаешь ли. Ну, нет, наоборот, набирать, поднабирать вес. Если я буду весить за 60, у меня будет здесь очень много, понимаешь? И мне будет некомфортно. Слушай, это твои грудинские ручки. Слушай, тогда мои тбилисские друзья. Нет, когда я выставила 60, у меня поклонников было больше. Больше. Вот, это пах, это пах, это пах, это пах. И прикиньте теперь, сколько у меня поклонников. Аделя, а скажи, пожалуйста, грудь тоже худеет, да? Вот я сейчас скажу. Вот. Например, вот ты говоришь. Вот, вот, наконец-то грудь похудела. Ты говоришь, что вот не в тех, не в тех местах. Да, действительно. Например, я сейчас, допустим, да? Вот я сейчас вешу 110, да? Я уже там, от вас ничего не скрываю. Но мне сейчас еще не совсем комфортно. Я бы, допустим, сбросила. Но я себя уже такой люблю, где такие немножечко ляшечки, немножечко щечечки и даже ручечки. Ну, пускай, да? Но живот. Если бы у меня не было живота, и я весила 130, мне бы даже было бы пофиг на мой вес. Живот. Вот у меня это проблема. И он уходит в последнюю очередь. А грудь уже ушла, да? Нет, подожди. Живот уходит реально качалкой. Живот, то есть существуют упражнения. Давайте начнем с того, что... Да, бодифлексы. То есть мало кушать и как бы там правильно питаться, Когда уже контуры появляются, нужно еще... Ну, Доксана, ей сейчас нужно сбросить вес, а потом идти заниматься. А потом делайте себя что-то. Потому что если она сейчас начнет заниматься, у нее будут расти мышцы, и она не будет вообще... И сердце будет страдать. Нет, на самом деле мышцы не всегда растут. То есть там специальный подход. Если ты делаешь с большим грузом, то мышцы растут. А если с маленьким, то они просто там, не знаю, укрепляются. Да, согласна, согласна. Аэробная нагрузка может быть вполне. Ну, ей еще минус 20, и можно идти в зал. Ты права. Потом смотрите, существует... До двух цифр надо донести себя. У нас существует аэробика. У нас существует степа аэробика. У нас существует фитнес. У нас существует йога. Не для мега полных людей, а для людей с небольшим лишним весом, это идеальный вариант. Почему? Я тебе говорю с маленьким весом. Потому что степа аэробика со 130 килограммами, это прощай, коленные суставы. И сердце. Да, да, да. Но вот эти все нагрузки, вот как раз таки на этапе, когда женщина хочет уже контуры, сжигает жирок, и на это место действительно не... А подбирает свои мышцы, вот эти все упражнения, эти все комплексы разработанные, они действительно работают. Знаешь, что обидно? Что во многих спортзалах нет реальных профессионалов, которые правильно подбирают программы. Люди идут в спортзал там за 6 тысячи. Солнце. Ты права. Да, может быть, это какая-то такая наболевшая наша фишка, но если мы сами, не профессионалы, и едим, что попало, и доводим себя до 130 килограммов, что уж пенять на чужих дяденек, которые не подкачали нам пупу? Нет, ну хочется ведь правильного... Нет, я все-таки должна девочке сказать за нашу молодежь и поднять эту ручку за то, что они все-таки правильно питаются. Я мало народу вижу, которые вот... В нашей стране еще более-менее, потому что у нас есть культ домашней еды, еще пока более-менее. Да, то есть я вижу мало людей, которые сосут эту колу, понимаете, на улице. То есть в основном люди начали питаться хорошо, и все мои подруги, то есть они все на здоровую пищу. Уль, ты мне извини, дорогая, слушай. Не в обиду. Мне кажется, ты немножечко что-то в последнее время поднабрала. Да ладно. Ты знаешь, ну, если честно, мне тоже кажется, что вот пару килограмм прям лишние. Я не знаю, да, что делать, но я, в принципе, занимаюсь, но какую-то диету прямо не держу. Слушай, давай я тебе скажу одну диету вот такая классная. За неделю 5 килограмм как не бывало. Давай. Значит, смотри, после каждого приема пищи берешь один стакан молока, добавляешь туда плитку шоколада и 2 столовые ложки, можно 3, сахара. И выпиваешь после каждого приема пищи. 5 килограмм как не бывало. Ты пожирнеешь, Оксана, об этом. Ты пожирнеешь. То, что касается той же самой анорексии, да, в моем бизнесе таких девочек, я не могу сказать, что я встречаю их часто, но они встречаются. Это психосоматическая болезнь. И психосоматика, кстати, да, это вот вещь, которую я рекомендую всем изучить и почитать. Из энциклопедии психосоматических болезней. И можно прям посмотреть и почитать, и может быть даже ты уже отсюда начнешь худеть. Ну, как Адель сказала, да, то, что берешь много ответственности на себя и, собственно... А то же самое, когда у тебя болит спина, это ты потерял опору в жизни, ты перестал сам на себя надеяться. То есть ты вообще... Ну, нет ни на кого надежды. Все, начинает болеть спина. Важный момент еще такой, что диеты – это хорошо, режим питания и образ питания еще лучше, но все эти темы стали бешеным бизнесом. Ровно так, как много лет глянец, телевидение, сарафанное радио, вообще, в принципе, общество навязывало нам прототип худой, какой-то определенной, да, там, женщины-модели, ровно так же сегодня нам навязывают, что вот если ты толстый, ты вот жирное чмо, но если ты толстый, ты сидишь на каких-нибудь кефирах, Татьяны Никифировой, то, ну и как, ну, не помогать, попробуй супы Анатолия Супникова, или там 7 дней худеем с Кристиной Шмародиной, да, хлеб бородинский от Ксении Бородиной, там, и так далее. Вот это вот страшно. На людях делают бизнес. Людям предлагают химию, какао, травы, не знаю, что их ли их пить, то ли их курить, то ли клизмы ставить с этими травами, но ты должен что-то делать, что-то есть. Вот это страшно. Гипнозы, фильмы, диски. И причем там показывают людей, которые, по-моему, они, по-моему, были худыми, а потом поправились, и так и умерли толстыми. Но их говорят, это было до, а вот это худая после. Ну, на картинке ей там уже 50 лет, а вот тут 16, но как будто бы после. Она похудела, сейчас, она купила китайские магнитные шарики, люфи, и вставила их себе в уши. Вот, все, похудела. Вот это страшно. Я касательно химии, я вот хотела сказать, потому что большинство таблеток тоже, ну, это сплошная химия, для похудения. Я хочу вот рассказать вам тоже, да, я однажды держала диету. Та-дам. Мне нельзя было чай, я пила только исключительно воду без газа. Все, это единственная жидкость, которую я пила. Кетчупы, майонезы, хлеб, рис, я ела только черный, орешки можно было, и то там не жареные. То есть вот, вот так вот. Натурель. Да, листочек съел, травочку здесь пожевала, и так далее. Я полгода не ела химию вообще, абсолютно. Ничего. Я похудела нереально вообще. Причем я не хотела, у меня не было цели похудеть. Но ты мясо ела, нет? Я не ела ни мяса, ни животное, ничего. Нет, ну тут понятно, дело не в химии. Ты, да, ты ешь, ну ты представляешь, что ты не пьешь ни чайочек, ни конфетку ты не съешь, тебе нельзя сахар, ничего. Ты кушала яйца. Творог мне может было только раз в неделю есть. Яйца нельзя вообще, яйца не ела. Но ты похудела? Я нереально похудела. Это изнасиловало себя, я вам скажу. Нет, это очищение было организма. Я тебе скажу, я, ну да, ну это тяжело, это бешеное очищение, но у меня была мотивация, мне было интересно. Согласна. То есть, поскольку эта практика была духовная, я к ней шла, и поэтому мне нужно было как-то Ксюша, ну давай сейчас ты скажешь честно, что похудела, это было уже такое вторичное следствие. Первая очистка, первая там духовная, какие-то там, я не знаю, это может быть стало лучше видеть, там слышать голоса. Так я к чему это говорю, да, к чему говорю, то что поскольку я не ела это все, то есть я сильно похудела, поэтому не надо к химии прибегать, да, что-то там, не надо жрать кетчуп, не надо жрать там майонезы. Я считаю, девчонки, что вот такие подобные, ну так скажем, режимы питания, они полезны, они нужны, а вот голодание, это конечно там, или какие-то монодиеты, это уже крайний случай. Потому что организм потом забирает все, что ему нужно было все эти месяцы. И еще в чем я уверена, таким как ты, ты и ты, Оксаночка, не нужно худеть, девочки, вы прекрасны и так. Когда перед моим 56-м сидит Ульянка и говорит, что-то я тут набрала, сколько раз я хотела тебя убить, причем каблуком, каблуком по темечку. Не, ну набрала. Мама, роди меня заново. Помните была модная диета по группе крови? Да. Определенные продукты ты ешь на каждую группу крови. То есть я сдала кровь, как бы мне сказали, вот то, 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 то. У вас, кстати, вот нормально. Вам можно вот только вот это, вот это, вот это. В общем-то достаточно большой спектр, чего мне можно было. И совсем немножечко, чего мне нельзя было. Меньше повезло как бы моего другу, которому очень много чего нельзя было. Которому потом повезло. Причем девочке удивительно, понимаете? То есть он даже, например, мог пить алкоголь, но только джин. То есть ты ему завидовала. Твой парень этот похудел? Оксан? Откуда я знаю? Зачем вообще вы это делали? Не могу понять. У меня парни очень быстро меняются. Он похудел, убежал. Нет, ты видишь, у меня быстро ущемляются парни, кстати. Ущемляются? Меняются. Да, не ущемляются, меняются. Быстро ущемляются. Кончаются. Вот у меня шампунь быстро кончается, а оксанки парни. Ладно, да. Ущемился отсюда. Давайте порешаем. Сейчас. Ущемился. Давайте порешаем на том, что красота, это здоровье. И это не жертвы, на самом деле. А здоровая красота, это вообще зашибись. Вот, все. Здоровый человек, красивый. Главное любить себя. Да, я буду... Давайте все будем продолжать любоваться Адель. Нет, нет, мной. Божественная гиня. Ой, конечно, ладно. Давай, там психосоматика. Давай. Оксана, вы потрясающе выглядите. Боже мой. Вы красивее, молодежи. Прекрасывали не моего сцена. Я готова благоцеловать свои пяточки. Божественная гиня. Блин, Оксанка, ну как тебе не надоело вот это вот шашлык жарить? И то интереснее. О, боже, опять шашлык. А ты знаешь, что я два раза в неделю хожу на фитнес? Зачем? И я через некоторое время буду худее улей. Худее улей? Да. Ты что, исчезнуть хочешь? Нет. Я просто хочу быть худее. Да. Чтобы стать еще красивее. Коварный у тебя план. Ну, такая какая есть. Ну, давай дальше. Два-два. Поехали. Поехали. Блин, ребят, я вот сейчас у меня вот был весь икончик. Я пила, потому что он растворяет жиры даже в холодной воде. Я реально похудела. Адель, ты шутишь? Почки, печень, все вышло. Я похудела. Ты шутишь, что ли? Оксана, ты когда-нибудь была худой? У тебя был результат от этой диеты? А что такое? Да, я вот не понимаю. Я тут толстая? Ты можешь ответить, да или нет? Давайте скажем, да. Я качаюсь. Почему я подстрекатель? Оксана. Я ем лагман. Понимаете? Я прекрасно себя чувствую. Был результат от той диеты, которой ты придерживалась. Понимаете? Я качаюсь. Качается она. Субтитры подогнал «Симон»